Очевидно, в безопасную страну спокойно приезжают не только туристы, а охотно сюда приходят и инвесторы. Спокойная обстановка плюс благоприятный бизнес-климат – это то, что высоко ценят деловые люди. Особенно с Ближнего Востока. И это все удачно сочетается в нашей стране. О возможностях сотрудничества и совместных проектах сегодня шла речь на встречу президента с Мухаммедом Али Аль-Абаром, председателем Совета директоров компании MR Properties. Это крупнейший инвестор и девелопер арабского мира. Встреча во Дворце Независимости проходила по следам переговоров ОАЭ. Напомню, в начале ноября наш президент посетил Эмираты с визитом. Тогда был достигнут ряд договоренностей. Есть интерес сотрудничать в промышленности, АПК, логистике, строительстве и не только. Не откладывая в долгий ящик, взялись за проработку проектов. Учитывая их масштаб и амбициозность, глава государства гарантировал всяческое содействие бизнесу. Подробности у Натальи Бреус. Чтобы оценить размах и масштаб возможного сотрудничества с ОАЭ, можно бесконечно сыпать цифрами. О них мы тоже, конечно, скажем. Но для начала и для наглядности один небольшой пример. Одно из самых больших зданий в Минске выезд простирается на 130 метров. А вот знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, который как раз-таки возводила компания приехавшего эмиратского гостя, так вот этот небоскреб высотой более 800 метров. И не узнать, шутит президент при встрече. Обычно эмиратских бизнесменов привычнее видеть в традиционных белых одеждах. Но в Минске сугубо деловой европейский дресс-код. Эта встреча проходит по горячим следам переговоров в Арабских Эмиратах. Как говорится, куй железа пока горячо. Мне приятно с вами сегодня встретиться уже здесь, в Минске, не в Абудабе, где очень душно и жарко. Я думаю, вы себя здесь комфортно чувствуете. Мы, в принципе, обсудили там, в Эмиратах, многие направления нашего сотрудничества. И я специально пригласил тебя сегодня в Минск для того, чтобы более конкретно поговорить о работе вашей компании на территории Беларуси. Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшее направление, кроме строительства. Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно вот этой направленности вашей работы в реальном секторе экономики. Да, углеводородная подушка безопасности помогает Эмиратам жить. Деньги есть, но думая о своей продовольственной стабильности, готовы вкладываться, например, в аграрную сферу. Плюс интересно работать в промышленности, химпроизводстве. Ведь не забываем, что ОАЭ – это не только финансовый центр Ближнего Востока, но и крупнейший логистический хаб. Именно поэтому предложения Александра Лукашенко пристальнее посмотреть на эти сферы звучат очень своевременно. Гость из ОАЭ возглавляет совет директоров МАР Проперти, с известной не только в Персидском заливе, но и во всем мире инвестиционной компанией. Ее активы Блумбергом оцениваются в 30 миллиардов долларов. Инвестируют в строительные проекты. Помимо небоскреба Бурдж-Халифа в портфеле топовых проектов, например, крупнейший торгово-развлекательный комплекс «Дубаймолл». Компания застраивает экономический город Короля Саудовской Аравии, куда войдут морской порт, промышленная зона, деловой и жилой районы. И вообще сфера интересов, недвижимость, гостиничный бизнес, логистика и многое другое. Я знаю, вы очень продвинутая компания, очень известная не только в арабском мире, но и вообще на нашей планете. И сотрудничать с вами был бы хороший сигнал всему мировому сообществу, который занимается бизнесом, о нормальных условиях работы в Беларуси. Я знаю, что вы абы куда не ходите, как в Беларуси у нас скажут. Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания наследного принца здесь, в Беларуси, мне понравилось ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которые я хотел бы здесь обсудить. Переговорный марафон, прошедший в ОАЭ, в начале месяца заложил хорошую основу. Арабские бизнесмены привыкли выстраивать деловое партнерство на личных контактах. Слово белорусского президента для них означает железобетонные гарантии, поэтому именно на белорусской площадке готовы развивать проекты. А ведь сотрудничать с богатейшей МАР-пропертис хотели бы многие страны мира. С чего начать стало понятно по приезде, когда прилетев в Минск, арабская делегация не смогла разместиться в одном отеле, все номера были заняты, то сразу возникла идея модернизировать гостиницу дайте полгода. Ну а заодно можно будет и присмотреться получше. Мы обсудили широкий спектр вопросов, начиная с вопроса сельского хозяйства, вопросы промышленности, девелоперские проекты. Решения определенные приняты, сейчас эти проекты должны быть досконально проработаны, подготовлены технико-экономические обоснования. И поэтому, как сказал президент, он готов еще раз встретиться для того, чтобы уже, наверное, более подробно обсудить эти вещи. Они находятся в разной стадии готовности, но тем не менее, по всем ним понятные движения и понятные сроки, как мы их будем выполнять. Да, пока не озвучивают конкретику. Оно и понятно, деньги любят тишину. За прошлый год объем эмиратских вложений в Беларусь уже приблизился к сотне миллионов долларов. Но это мизер по сравнению с потенциалом арабских инвесторов и уровнем их интереса к нашей стране. Когда инвестор оценивает инвестиционный климат, что очень важно, это состояние и реальное состояние инфраструктуры, наличие трудовых резервов и особенно квалифицированной рабочей силы, особенно в тех секторах, в которых планируется осуществлять инвестиции, тем или иным инвесторам. Географическое положение, логистика, особенно сейчас, она особенно важна, чтобы максимально быстро доставить товары или услуги, которые здесь произведены, на внешние рынки. И по этим всем параметрам, включая в том числе и географическое положение, Беларусь имеет очень хорошие позиции. Комфортный бизнес-климат, конечно, важен, но только с ним одним вряд ли было бы реальным нащупать общие интересы с эмиратами. Поэтому так важен был политический допинг. Понятно, что нужно время, чтобы конвертировать дружбу и взаимопонимание на высшем уровне в конкретные проекты. И это дело самого ближайшего будущего. Наталья Бреус, Виктория Антоненкова, Виталий Селявка и Дмитрий Гаркуша. Агентство Теленовостей.